Счастливцы И вдруг его обманывают и под хупу ведут ее старшую сестру. Он, зная, с кем имеет дело, сделал все для того, чтобы его не обманули. Он передает своей суженной невесте секретные знаки. И все-таки обман произошел. Эта история происходила более 3500 лет тому назад. И это история про нашего братца Якова и его суженую Рахель. Как же это могло произойти и что из этого мы можем выучить для нашего времени? Ведь сказано так, что все то, что происходило с нашими братцами, это знак на века для их потомков. Это особенная история самопожертвования. Наша мать Рахель после того, как семь лет служит ради того, чтобы жениться на ней наш братец Яков, вдруг она видит, что ее отец ведет под хупу ее старшую сестру Лею. Что бы любой человек в это время сделал? Это же невозможно. Рушится мир. И она понимает, что сейчас в ее руках опозорить сестру или нет. И она передает секретные знаки, которые Яков передал ей, которые знает только она и он. Она передает их Лее. И Лея отвечает на все вопросы Якова. Но что с Рахель? Что с Рахель? Ведь она знает, старший Эсав предназначен старшей Леи. А младшая – младший. И если сейчас Яков женится на Лее, то она может попасть в руки этого злодея Эсава. Нет никаких счетов, если будет позор у моей сестры Леи. И она идет на самопожертвование ради того, чтобы не опозорить свою сестру. И когда Яков узнал, что сделала Рахель для того, чтобы не опозорить свою сестру, он полюбил ее еще больше. И вот после наших прегрешений, во время первого храма, когда мы делали все страшные дела и постановил Творец, что будет разрушен храм. И ведут евреев в Вавилон, в цепях, раздетых, голодных. И они проходят мимо могилы нашей матери Рахель. И в этот момент наши прадцы просят перед Творцом, пожалей наших сыновей, Авраам, Ицка, Кияков. Но не принимает их молитву Творец. И тогда выходит наша матери Рахель, Творец. Ты ревнуешь, кидала поклонству, то, что мои сыновья сделали. Я, плоть и кровь, я не возревновала к моей сестре Лея и передала ей знаки. Прости моих сыновей, прости. И открывает нам пророк Ирмияу, то, что Творец передает через него. Не плачь, Рахель, утри слезы с твоих щек. Есть плата за твои поступки, за твои заслуги. Вернуться, сыновья, на эту землю. Это то, что Творец обещает нашей матери Рахель. Мы находимся рядом с могилой нашей матери Рахель. Из Гилло, из центра абсорбции мы ходили сюда. Это всего какие-то 20 минут пешком, чтобы помолиться на могиле нашей матери Рахель. Я знал, что здесь принимаются все молитвы. Сейчас окружили это бетонными стенами. А раньше это было маленькое здание. И, может быть, это оливка, оливковое дерево. Оно было много лет, много сотен лет ждало нас. Когда мы были вдалеке, когда мы уходили в первое изгнание после разрушения первого храма Вавилон, сюда мы приходили и плакали. Это то, что написано в недельной главе Вайхии, что объясняет, я ковавину своему сыну Йосефу, я покоронил ее в дороге, а даже не приблизил ее к городу, который был рядом, Бетлехен, не отвез ее в двойную пещеру, Марата Махпилат, там, в Хевроне, потому что так мне указал Творец. И сказано здесь у пророка Ирмияу, говорит пророк, есть плата за твое самопожертвование, и еще вернутся твои сыновья на свою землю. Она просит, чтобы завершился этот двухтысячелетний голубь, двухтысячелетнее изгнание. И Творец принимает ее молитвы. Это здесь. Сейчас мы не можем войти. У нас сегер, закрытие. Но молитвы принимаются. Молитвы еврейского народа слышатся. Мы находимся рядом с главным ходом в Йошиву Мир. Рафхайм Шмулевич, который возглавил евреев там, в Шанхае. И Шива Мир – это особенное чудо, как Творец спас свою Тору во время страшной катастрофы европейского еврейства. И часто Рафхайм Шмулевич приходил на могилу нашей матери Рафхейм и молился. Но он молился, в отличие от всех, очень странной, казалось бы, молитвой. Он просил, пророк Иермияу, передал от имени Творца нашей матери Рафхель. Не плачь, Рафхель, утряй слезы со своих щек. Есть плата за твой поступок. И вернутся твои сыновья к их границам. А я прошу тебя, наша мать Рафхель, плачь, плачь, не успокаивайся, проси за нас, чтобы закончилось это страшное многовековое изгнание, чтобы мы действительно вернулись на нашу землю. Он был на могиле Рафхель. И он услышал, как одна женщина плачет, плачет. И он услышал ее молитву. Наша мама Рафхель, ты же была тоже бесплодной. Тринадцать лет ты была бесплодной. И молила Творца о ребенке. Ты можешь понять меня, я десять лет замужем, и у меня нет детей. Поболись за меня, попроси за меня. И когда он услышал эту молитву еврейской матери, Рафхель Шмулевич подошел к ней, великий мудрец Рожь Ешивы, и сказал, пригласите меня на Брит. Я знаю, что эта молитва не останется без ответа. И он был сандыком. Он держал ребенка этой матери во время обрезания. Мы вернулись. Мы на нашей земле. Это заслуга нашей матери Рафхель. Плачь, плачь, Рафхель. Проси за своих сыновей. И вот мы возвращаемся. И здесь рождаются у нас дети и внуки. За заслуги молитв нашей матери Рафхель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok